Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами говорим про игровые и обучающие квесты. Это очень интересная тема, которая, разумеется, требует не только теоретического, но и практического рассмотрения. Начнем мы все-таки со сна. Я расскажу, что такое квест. Каким он бывает и каким мы видим его на примерах в профессиональных журналах, в библиотеках, в школах, в музеях. Каким бы я хотела его видеть, какие четыре типа квеста я выделяю и как их можно использовать в обычной жизни. Давайте начнем с разговора о том, что такое квест, чем он является и чем он не является. Если мы поищем определение в интернете, посмотрим, какие слова являются синонимами или как слово квест переводится с английского на русский, то мы можем сказать, что квест – это в первую очередь приключение, это поиск, это такой формат развлечения, который связан с интеллектуальными загадками, которые являются сам по себе вызовом его участников. Вот согласитесь, уже даже такое определение вызывает у нас с вами интерес. Кажется, что у квеста очень много различных вариантов применения. Кажется, что это очень хорошо ляжет на обучение в школе, ведь это игра, это приключение и это поиск. А поиск может быть не только какого-то клада, не только каких-то сокровищ, но ведь поиск может быть ответов на вопросы, поиск правильного ответа на домашнее задание, поиск какой-то новой для учеников информации. А я выписала все определения, которые видела, и решила посмотреть, а как же выглядят те квесты, которые мы проводим в школах, в музеях и в библиотеках, как они смотрятся в профессиональной литературе, и что из себя на практике представляет этот зал. К сожалению, та картина, которую я увидела, была не очень привлекательной. Посмотрите, как описывают квесты на различных сайтах и в различных учреждениях. А то, что мы называли игрой, то, что мы называли приключением, поиском, каким-то интеллектуальным вызовом, превратилось, по сути, в такую разновидность курсии, такую разновидность маршрута, который перелезается вопросами буквально викторины. А это может быть какое-то приключение, но в рамках выхода из пенгмата. То есть вот такой вот коммерческий подход, специально оборудованы понесениями, ведущими, актерами, сложными какими-то техническими устройствами. Очень часто квест стоит рядом со словом «детектив», со словом «расследование», со словом «триллер» и «ужасы». И если говорить про школьников, то обычно это квест на день рождения. И вот примеры не только словами, но и визуальные примеры показывают, что квест в нашем представлении разделился вот где-то на две части. Первая часть – это непрофессиональная, максимально упрощенная. Неколько точек, объединенных маршрутом, и на этих точках даются какие-либо задания, либо задаются вопросы. Причем, если вы почитаете профессиональную литературу, например, по запросу в своей библиотеке, вы увидите, что эти викторины достаточно простые. Они очень мало учитывают реальный возраст участника, и обычно прописываются по принципу «должен справиться даже самый слабый игрок». Ну и где же здесь интеллектуальный виза? Другой подход к квесту – это квест уже как раз профессиональный. Когда мы работаем в каких-то учреждениях, у нас оборудована специальная комната, у нас есть все ресурсы для того, чтобы полностью погрузить игроков в атмосферу. Такие квесты очень сами по себе популярны, но их недостаток в том, что одноразовый. Если у вас небольшой город, если у вас небольшое количество людей, которые интересуются квестами, вы довольно быстро переберете всю аудиторию, и появится необходимость вновь что-то придумывать, что-то оборудовать и искать какие-то новые пути решения. Так вот, ни первый, ни второй вариант, по сути своей, полностью квестами не являются. Это только их разновидности. В целом же и общем, квест можно определить как игру на достижение цели перед решением загадок и выполнением заданий. И как мы скиломедиа любим, в этом определении важно, конечно, каждое слово. Давайте посмотрим, почему определение именно такое и что оно нам может подсказать. Первое слово – это игра. То есть квест в первом случае – это игра. О чем нам говорит это определение? В любой игре есть какие-то правила, которые соблюдают все ведущие и игроки. Общее правило гарантирует то, что игра будет честной, и у всех будут равные возможности. В игре очень важно получать удовольствие, вот этот вот фан. То есть в первую очередь она должна приносить эмоции радости, удовольствия, удивления, насыщать нас именно положительно. Поскольку есть определенная игра, есть удовольствие от процесса, то и участие в квесте должно быть добровольным. К сожалению, я вижу очень много практических примеров, когда на квест приходит класс, и всех заставляют участвовать, проходить маршрут, отвечать на вопросы. Конечно, это не совсем правильный подход. Нам хочется, чтобы никто не открывался от коллектива, чтобы все проходили маршрут вместе, помогали. Но это достигается совсем другими средствами, нежели административное давление. Особенно грустно в виде, когда квест организуются в библиотеке, и один ребенок из класса ходит в сторону, берет книгу и начинает читать. А грустно, когда в библиотеке у кого-то отбирают книжку и заставляют делать что-то другое. И поэтому у игры есть еще одно важное отличие, которого часто не хватает в тех квестах, которые я вижу на практике. Это создание безопасной среды. Игра должна быть в первую очередь безопасной. Здесь можно экспериментировать, можно пробовать, можно согласиться на что-то, можно отказаться. Очень важно поддерживать, особенно для маленьких игроков, вот это вот ощущение безопасности. Следующее слово в нашем определении – это цель или достижение цели. Опять же, что это означает? То, что перед игроками стоит какая-то цель, значит, в этом должен быть какой-то значимый результат. Мы не просто так идем налево, идем направо, отвечаем на вопросы кота Базилио, Лисы и Алисы. Нет, у нас есть какая-то цель, ради которой мы проходим эти препятствия, мы постоянно держим в голове эту цель и ее ожидаем. Довольно часто целью и одновременно мотиватором для прохождения квеста является приз, является какое-то материальное поощрение. Это один из возможных, но не единственный вариант. Например, если мы организуем квест в школе, а именно в перевернутом классе, то значимый результат может быть и оценка, это уже нематериальное поощрение, и возможность похвастаться перед одноклассниками, и возможность получить какую-то ценную для тебя личную информацию. Ну, а поскольку есть цель, то должны быть и какие-то критерии победы, критерии достижения. А в случае не обязательно может быть соревновательная часть. То есть мы можем, в принципе, не стараться опередить друг друга, не стараться достигнуть нашей цели первыми. Но в любом случае должно быть понимание, что вот сейчас я этой цели достиг. Какие признаки есть того, что я эту цель достиг? Я выполнил задание меньше, чем за 10 минут, я прочитал три книги, я поговорил со всеми актерами, я открыл сундук, в котором лежал главный ответ на все вопросы. То есть в любом случае должно быть четким и понятным для всех игроков критериям. И, наконец, поскольку есть какая-то цель, то каждое действие в квесте должно к ней приблизать. И тут как раз вот эта проблема, про которую я уже говорила, про проблему викторины, про то, что справится даже самый слабый игрок. Сам по себе ответ на викторину, ответ на вопросы не приближает к победе. Если вы правильно ответите на силаков, то вы получите ключ. Ключ к победе приближает. А вот ответы на условно-тематические связанные вопросы к победе не приближает. Поэтому, когда вы разрабатываете и проводите квесты, идите, чтобы каждое действие было весомым. Пусть их будет не так много, но они все должны быть одинаково важны. Следующее слово – это загадки. Это, наверное, моя самая любимая часть во всех квестах, которые я когда-либо проходила. Загадки как раз – это главная интеллектуальная составляющая любого квеста. Как правило, они открыты, на них может быть какой-то однозначный ответ, но никто не мешает найти ответ самыми разными способами. Посмотреть, уговорить кого-то помочь, рисить логически, рисить, используя неправильные аргументы, но все равно случайно получить правильный ответ. Загадки дают очень много возможностей для участников, и для того, чтобы они были интересны, у них должна быть сложность предельная. Этот предел определяется по верхнему, а не по нижнему краю. То есть команде сообща, приложив усилия и все ресурсы, какие у них есть, должно быть очень сложно, но еще возможно найти ответ на эту загадку. Вот это как раз та прелесть, когда ты, совершая срывок вперед, сделаешь больше, чем мог сделать до этого. Рядом с загадками соседствует задание. Задание уже подразумевает какое-то действие. То есть если загадки у нас это размышления, мы задействуем ресурсы мозга и находим ответ, то задание подразумевает выполнение каких-то действий. И для них работают все же самые правила. Можно решить, найти правильный ответ, найти правильный предмет, правильный алгоритм выполнения задания несколькими разными способами. И сложность у этих заданий тоже должна быть предельной по верхнему краю. Итак, мы определили квест как игру на достижение цели через решение загадок и выполнение каких-то определенных заданий. Давайте теперь посмотрим, какими эти квесты могут быть. Первый квест, который я выделяю, это самый такой вот традиционный. Самый нам привычный вариант. Это квест путешествия. Я уже приводила его в качестве примера. Когда у нас есть несколько каток, мы их называем локацией, поэтому квест локационный. Кстати, все термины, которые я сегодня использую, будут отсылкой к городским ночным экстремальным играм. У них очень разработана терминология. А во многих публикациях, посвященных квестам в утверждениях культуры и школы, этой общей терминологии просто катастрофически не хватает. Поэтому я беру термины из городских экстремальных игр, таких как ночной дозор, энкаунтер, квестсория и аналогичность. И так, каждая точка на нашем маршруте, каждая локация входит в состав некого маршрута. Маршрут может быть очень для всех команд. Маршрут может быть разным для того, чтобы команда не пересекала. Маршрут может быть вообще составленными игроками, так, как они считают это сделать рационально. Но самое главное то, что этот маршрут ведет какой-то финальный точку. И именно достижение этой финальной точки – это и есть цель класса. И каждая локация, каждый сад к этой цели игроков или команду игроков приближается. Итак, мы ставим перед нашими участниками задачу найти точку финиша, которая сейчас неизвестна. Задача пройти, соответственно, по маршруту. Маршрут может быть открыт, и маршрут может быть скрыт. То есть команда может видеть маршрут сразу прорисованный, кроме последней финальной точки. И те подсказки, которые они собирают на отдельных локациях, указывают на финальную точку. Даже буквально может выглядеть в том формате. Каждая подсказка говорит, что нарисуй на условной карте окружность с центром в точке B и радиусом 6 см. И там, где 5 окружностей пересекутся, именно там и будет финальная локация, на которую команде нужно прийти. Каждая локация – отдельный этап. Они продвигают игроков вперед, но сами по себе достаточно автономны. Они могут быть реальными или виртуальными. То есть, условно говоря, в кабинете 104 будет первая локация, в кабинете 506 будет последняя локация. А виртуальная – это, например, в 11 утра появится первый пост на стене ВКонтакте. На третьей локации мы добавим ссылку на сайт, где нужно будет сложить пазл. И последняя локация будет предположен пароль к видеоконференции в Zoom. Вот пример с виртуальными локациями. Обычно локационный квест подразумевает то, что будет соревноваться сразу несколько команд. То есть, они вместе с собой конкурируют. И сама по себе вот эта вот конкуренция уже часто является мотивацией к тому, чтобы принять участие в игре. Локационные квесты очень легко упрощаются и усложняются. Как я говорила, предельная сложность. Если участвуют в младшем классе, мы упрощаем загадки и проверяем, чтобы им были доступны все задания. А если участвуют в младшем классе, мы усложняем. Может быть, добавляем несколько еще точек на маршруте. Может быть, делаем где-то ложный след, так называемый красный селедок. На локациях, на вот этих вот этапах квест, участвники собирают предметы, информацию, победные очки. Довольно часто локационным квест с победными очками является время. То есть, та команда, которая прошла весь маршрут быстрее, та и является победителем. Но, конечно, это вариант не единственный, потому что гонка за временем обычно заставляет очень невнимательно относиться к загадкам и заданиям на тех или иных этапах. Последний сфер гласит, что локационный квест может быть тематическим, сюжетным и театрализованным. Что это значит? Это значит, что мы можем по-разному представить атмосферу в игре. Например, тематический локационный квест. Это все задания, связанные с алгеброй за шестой класс средней школы. Или все задания связаны с растениями. Сюзеты подразумевают то, что будет какая-то история, которую команды видят на тех или иных этапах. Эта история складывает из отдельных кусочков и рассказывает о каких-то событиях. Сюзетные квесты легко ложатся на какие-то исторические моменты, на литературу, на диаграмму. Наконец, театрализованные подразумевают, что у вас будут задействованы агенты, актеры на некоторых этапах в образе, в костюмах, с гримом, с париками. И, возможно, будет воссоздана атмосфера. Пусть включается вся музыка, расставлены какие-то подходящие предметы. То есть, в практике вы сделаете квест тематически достаточно просто привязать к какой-то теме, а сложнее сделать квест театрализованный, потому что он требует больше усилий и больше затрат. А теперь я покажу пример квеста локационного, как он может выглядеть на практике. Называется этот квест «Потерянный формуляр». Вы видите перед собой сейчас карточку квеста, то есть способ его быстро и понятно описать. Квест локационный, он тематический, то есть привязан к какой-то конкретной теме, в данном случае к поисковым запросам в библиотеке. Он проводится в реале, то есть в аклайне. Мы приводим участников в некое помещение, желательно, в настоящую библиотеку, и даем им возможность ответить на вопросы, решить, пройти какие-то задания. Команда будет одна. Мы не будем устраивать конкуренцию. Вот здесь вот написано «команда 1 делить на x», это значит, что одна команда с любым количеством игроков, и эта команда будет искать определенную книгу. Всего этапов 9, и каждый этап – это какая-то книга. То есть участникам нужно собрать, найти 8 книг для того, чтобы найти книгу 9. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. На первом этапе, на входе в игру, участники встречают читателя, который потерял формуляр. Это может быть какой-то условный персонаж, от него может быть записка, сообщение в чате, а можно найти человека, который отыграет эту роль. То есть вся его роль будет заключаться в том, что он вначале служит и в конце проводит игроков. Он говорит, что потерял свой формуляр, и его нужно восстановить, а для этого нужно писать в формуляр те книги, которые он брал за последнее время. Увы, нас читатель не очень хорошо запоминает авторов и названий, зато он помнит, о чем была книга. Первая подсказка ведет на книги, например, «Три сестры». В книге вложена записка. Записка намекает на аленький цветочек. Когда находят эту книгу, игроки ведут следующую. В ней тоже есть какая-то подсказка. И вот таким вот образом собирает точку, находя нужные книги и разгадывая записки внутри них, а в этом случае записка – это загадки. Мы приходим к финальной токси первой книге, которая была записана в формуляр «Одиссея капитана Блада». У игроков есть фуфт-факт, пустой формуляр, может быть, даже в абсолютном стоянии из библиотеки, в которой они списывают книги по мере прохождения. Когда формуляр готов, квест они прошли. То есть вот у нас есть цель. Цель причем измерима. Есть понятное количество этапов. Цель с этим офицей, потому что это формуляр русского, который записывает строчки в формуляре. И понятное достижение критерий победы, когда пишет последняя строчка «Мы молодцы, мы победили». То есть вот такой вот простой вариант квеста локационного. Конечно, его легко усложнить, добавив более сложные какие-то примеры. Легко упростить. Например, в конкретно этом квесте предусмотрены подсказки. Если организатор квеста видит, что команда застряла на каком-то месте, она не понимает, куда двигаться дальше, то он выдает подсказку, которая сама по себе является тоже загадкой, но более простой. Это набор, который легко загуглить и узнать, что это дата рождения, дата смерти автора, к которому принадлежит следующая книга. Вот такой вот довольно сам по себе простой вариант. И, конечно, квест легко перенести в онлайн-вариант. Тут ничего сложного нет и можно на совершенно разных спросу организовать. Просто в оффлайн-варианте он лучше соответствует своей тематике поисковым запросам. Самый тип квеста – это квест герметичный. И про него я тоже уже сегодня говорила. Герметичный – это квест-головоломка. Это то, что мы как раз видим в примере «выход из комнаты». У головоломки есть только один путь решения. Те этапы, те элементы квеста команды видят сразу или игроки видят сразу, но они не видят маршрута. И именно понять, каким путем нужно пройти, именно в этом и заключается вся прелесть квеста. Какие здесь есть основные характеристики и основные особенности этого типа? Точка финиша известна, но непонятно, как до нее добраться. Условно говоря, когда вы появляетесь в квест-комнате, вам нужно открыть входную дверь и, в принципе, сразу понятно, какой именно тип замка, но непонятно, где искать. Нужно найти единственную верную последовательность прохождения, соответственно. И когда вы квест разрабатываете, вы и закладываете разные пути, из которых только один является правильным. Те этапы такого квеста – это загадки и задания, которые могут быть открытыми, а могут быть скрытыми. Например, понятно, что ключ от входной двери лежит в сундуке. Нужно найти цифровой код к сундуку. Это вариант открытой загадки. Но он может быть и скрытым, этот сундук можно обнаружить только тогда, когда вы найдете правильную последовательность кнопок на панели. Тогда эта загадка открытая и непонятно, сколько промежуточных этап будет перед достижением финала. Какие квесты всегда рассчитаны на одновременное прохождение одной команды. И, как я уже упоминала, повторное прохождение команде неинтересно. Если вы научились распутывать головоломку про два сцепленных квеста, вы можете делать это легко, быстро, на показ, но интерес от поиска правильного решения вы в второй раз уже не испытаете. В таком квесте очень важна обратная связь на этапах. То есть просто вот слепую тыкаться на разные этапы, на разные загадки, никому не интересно. Тут нужно понимать при разработке такого квеста, что каждый этап должен давать какую-то подсказку о том, какой этап предыдущий и какой этап следующий. И для такого квеста обычно характерна сюжетность или театрализованность. То есть просто тематически герметичный квест сделать неинтересно, поскольку здесь есть элемент головоломки, то нужно делать его хотя бы сюжетом, то есть прописывать какую-то историю, которая происходит на глазах у игроков. Давайте посмотрим пример квеста герметичного. Я снова включаю карточку, карточку квеста и квест называется «Как на печатере первую книгу». Герметичный, сюжетный, тоже проводится в реале, в офлайне. Нужно восстановить тему. Есть определенный плакат про открытие Бутенберга, про печатный пресс, но на нем есть прописки, не хватает информации и нужно как раз восстановить. То есть задача, точка, смысл, понятно. Когда мы восстановим плакат, тогда мы квест выиграем. Стоит так же участвует одна команда сливым количеством игроков. Будет 7 этапов, каждый из которых соответствует какой-то из мастерских. И вот есть определенные раздаточные материалы. Вообще для этого квеста для семи мастерских потребуется 6 агентов, 6 актеров. которые будут отвечать на вопросы игроков. То есть нужны актеры, нужны раздаточные материалы, сам этот плакат и элементы, из которых он состоит, какой-то реквизит для обозначения мастерских. Если мы найдем костюмы для актеров, попросим их быть в образе, соответственно, оставим помещение, то у нас получится квест театрализованный. Но в принципе для его прохождения достаточно и условно. Квест начинается с книжной лавки. Есть книжник, который приветствует игроков, и говорит о том, что у него огромный выбор целых три книги, и выпуска книги очень сложная и дорого, поэтому три книги это отличный выбор. У актера есть определенным образом прописанный текст, то, что он говорит, и в его словах есть намек подставка, которая покажет, куда приходить дальше. Все мастерские показаны в открытую, то есть точка старта это книжная мастерская, и участники видят сразу еще сейс-вызи, 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 сейс-вызи и так далее. То есть сразу есть другие мастерские, другие актеры, но если они подойдут не к тому актеру, который сейчас должен быть попорядки, он отправит их обратно с намеком на то, через какие мастерские лежит к нему путь. Это все прописывается. Это все актеры учат заранее и выполняют в точности, как продумал организатор. Вот наши участники прийти, предположим, в искальную мастерскую, но это оказалось решением неверным. Они пробуют еще раз и начинают, например, с мастерской ксилографии. Попробовав, подумав, они приходят к тому, кто делает иллюстрации для книги. И да, это оказывается правильным, ремесли приветствуют их и дает им какую-то информацию, какую-то подсказку, может быть, какой-то предмет, может быть, часть какого-то часть плаката. Игротики двигаются дальше, они снова подходят к одному мастеру, подходят к другому мастеру, а где-то они быстро довольно быстро находят правильный путь решения, а где-то у них не получается. Поэтому они приближаются через определенный путь, оказывается, у человека, который выдает им плакат, вы видите его сейчас на экране, в плакате есть какие-то пропущенные кусочки, какие-то кусочки уже восстановленные, на свои места уже склеены, и у команды есть свобода мастерская, в которой они могут плакат склеить. Когда они плакат склеивают, оказывается, что у них не хватает одного кусочка, и они должны посетить последнее мастерское. Такое прерывание сделано для того, чтобы немножко разбавить однообразие, для того, чтобы поменять тип деятельности. Вот простой герметичный км. есть цель восстановить плакат, есть этапы мастерские, которые открыты сразу, и нужно понять, по какому пути нужно пройти между этими мастерскими. Плакат простой. Давайте посмотрим на следующий, на третий тип квеста. Это квест пазл, и именно такой тип квеста часто используется для детектива, для расследования. Поэтому и название он у меня получил дедуктивный квест. В чем его особенность? То, что нужно собирать кусочки информации для того, чтобы получить целую картинку. Как в расследованиях? Мы находим улицы, мы разговариваем с свидетелями, мы проводим анализы в лаборатории, и вот эти совокупность всех улиц показывают нам, кто является преступником. Как доложиться на канву квест? Мы должны получить ответ на главную загадку. Это может быть недедективное расследование. Это может быть ответ на какой-то учебный вопрос. И это может быть ответ на какой-то вопрос, который задает смотритель выставки. Ответ касающийся каких-то экспонатов. То есть в любом случае у игроков сразу есть вопрос, и цель этого квеста найти на него ответ. Но просто найти ответ невозможно. Нужно сначала собрать информацию из каких-то отдельных фрагментов. Может быть решить какие-то примеры, если ты это сделал верно, учитель выдаст конверс с кусочком подсказ. Может быть нужно прочитать книги и найти ответ в них самостоятельно. Вот эти этапы могут быть организованы совершенно по-разному. Каждый этап дает фрагмент информации. То есть каждый новый кусочек информации приближает к достижению цели. Но при этом особенность редуктивного квеста в том, что этапы не обязательны для происхождения. Кому-то будет достаточно четырех подсказок для того, чтобы отложить целую картинку. Кто-то сделает это истинный подсказок. В дедуктивном квесте сами участники решают, как много этапов они собираются пройти. В дедуктивном квесте можно делить игроков на команды, можно проходить в индивидуальном порядке, а можно предложить свободное деление. Сегодня я пытаюсь найти правильные ответы с Васей, а завтра я присоединяюсь к Маше и Кате для того, чтобы выполнить какое-то задание. В дедуктивном квесте загадки вообще в принципе превалируют нам заданиями, заданиями меньше, загадок больше. Больше поиска ответа на вопросы. Не каждая загадка, каждое задание это сбор и интерпретация информации. То, чего часто не хватает выпускникам в школе и даже выпускникам в ГУДА. Как и локационный дедуктивный квест может быть тематическим, сюжетным и театрализованным. То есть слово может иметь разную степень проработки. Условно говоря, в сюжетном варианте будет история, которая разворачивается на наших глазах. Например, это будет история про открытие незедлительных земель за морями. В тематическом квесте это может быть просто эпоха великих диагностических открытий и все задания связаны с ней каким-то образом. Поэтому внутренней сквозной истории не будет. пример, который я хочу вам показать называется письмо с фронта. Это фест дедуктивный, он тематический, то есть у него есть тема, которая привязывает все задания, но нет какой-то истории, нет никакого развития во времени. Проводится он в гибридном формате, то есть какие-то задания, какие-то предметы, мы называем их артефактами, существуют в реальном очистимом физическом виде, а какие-то находятся в виде электронов, цифровые, какие-то цифровые артефакты. У участников есть письмо, в котором нужно заполнить пропуски, причем они могут разделиться на команды, так как они считают мысльный. Пропуск всего 4, соответственно 4 этапа им нужно пройти. Для того, чтобы этот квест пройти, есть материалы, которые подготовлены заранее, изучая их, изучая тексты, информацию в них, участники находят недостающие фрагменты информации, но этого недостаточно, и какие-то вещи придется самостоятельно искать в интернете. При этом никаких подсказок, где именно искать, как именно искать, нет. Это все как раз на осмотрение самих участников. Вот так выглядит письмо. Довольно простой файл, сделанный в конве, часть информации затерта, исчезла, это все перекрытка, которые нужно восстановить. Есть какие-то подсказки, например, перед одним из слов и после одного из пропусков написано слово фронт, есть название какого-то фронта, а тут товарищ, соответственно, дальше идет какая-то фамилия, где-то понятно, что идет дата. Вот какие-то такие намеки уже помогают искать. Та информация, которую мы предлагаем участникам, она не отсортирована. Мы не говорим, что вот этот вот файл укажет вам на фамилию, а вот этот вот файл укажет на дату. Нет, таких ярких подсказок мы не даем. Предлагаем участникам папки, в которой лежат файлы. Вот три файла для примера сейчас вы видите на экране. И участникам нужно проанализировать, понять, какой пропуск они заполнять, и их недостающую информацию поискать в интернете. Есть шифровки, есть картинки, причем почти все, что показано в этом ксайте, это реальные документы, реальные боевые действия, немножко придуманы фамилии, чтобы не называть реальные, но в принципе все документы реальные взяты с официальных сайтов. Итак, шифровка, документы, тексты и аудиозапись для того еще, чтобы проработать навык восприятия информации на слух. Пожалуйста, есть, например, состав военной части, здесь прицеплены разные фамилии, зная одну фамилию, можно восстановить другую, или наоборот, зная три фамилии, можно понять, какая четвертая. Есть наградной лист, где описан подвиг солдата, и здесь, в этом наградном листе упоминаются какие-то географические названия, есть упоминания о географических названиях в привязке к фронту, то есть, можно определить, где именно человек находится. Вот это подсказка на подсказка на шифровку, шифровка это реальность и ситуация во времена Великой Войны и также есть инструкция о том, как подобный шифр можно разгадать. Этих материалов достаточно. они заложены с таким расчетом, чтобы избыточно покрывать ту информацию, которая необходима для восстановления пропусков. То есть, например, разгадать фамилию, которая затерта в петле, можно через словку, можно найдя другую фамилию и посмотрев, с чем она находится в этом левом документе. Аналогично фронт можно узнать по наградному листу, можно по воспоминаниям участников и так далее. То есть, информация перекрывает друг друга и команда сама решает, как много источников она проанализирует для того, чтобы найти ответ на главный вопрос квеста. То есть, восстановить все четыре вопроса. Это мой любимый тип квеста, и я вижу у него очень большой потенциал для использования в школах и в учреждениях культуры. Наконец, последний, четвертый тип квеста, про который я вам сегодня расскажу, это квест коммуникативный. Он может называться спектаклем, иммерзивным спектаклем, то есть, это квест, в котором участники являются, по сути, действующими лицами какой-то истории. Сами участники являются актерами. У участников между собой есть какие-то определенные взаимоотношения. Кто-то кого-то любит, кто-то от кого-то хочет получить какой-то предмет повладения, кому-то наоборот от предмета нужно избавить, кто-то охотится за определенной информацией, а кто-то вообще является к этому вместе, и никто не знает, в какой команде он примкнет в итоге. Коммуникативный квест требует очень большого количества обсуждений, и здесь очень многое зависит от того, как преподаватель, как организатор квеста построит отношения между добавить подсадное лицо или актера. Какие характеристики у этого квеста, какие признаки я могу выбирать? Во-первых, у каждого игрока должна быть своя личная цель. Это говорит о том, что коммуникативный квест плохо масштабируется. Если в нем заложено 8 участников, значит, он будет действительно играть на 8 участников, уменьшать или увеличивать это количество крайне незаплательных. Цели должны быть продуманы, то есть не должно быть возможности у всех игроков достигнуть своей цели. То есть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Задание этого квеста обменяется как можно большим количеством информации. Поэтому он коммуникативный, ему нужно постоянно разговаривать, рассказывать, что ты знаешь, пытаться узнать, что знает другой человек, где-то, может быть, обменивать дезинформацией, так или иначе. Большие объемы информации ходят между участниками и помогают или мешают им достигать своей цели. Этапы в данном случае довольно условные. Периодически в коммуникативных квестах я вижу такой прием, как, например, на 20-30 минуте игры происходит некое событие, которое меняет обстановку. Это нужно как раз для сохранения вот этой вот динамики, для того, чтобы игроки адаптировались к новым условиям. Если смотреть на то, насколько ваш квест длительный, как много игроков участвует и способны ли они быстро сориентироваться к мерзшим предстоятельствам. Предполагается, что игроки будут участвовать индивидуально, они могут объединяться по каким-то группам, по каким-то альянсам. Есть даже квесты, где цель объединиться, например, собраться всем блондинам в одной группе, собраться всем любителям мороженого в другую группу, но, в принципе, каждый играет сам за себя. Коммуникативный квест похож на ролевые настольные игры, на вот Dungeons & Dragons, на фиаско и на другие подобные, но, если в ролевой игре акцент идет на роль, то есть, нужно вживаться в того человека, действовать так, как действует он, то в квесте акцент идет на цель. Если мой персонаж говорит с французским акцентом, это не значит, что я должна говорить с французским акцентом, это значит, что я могу быть сама собой, но при этом достигнуть цели моего персонажа. Сам процесс квеста выглядит как поиск информации и принятие решений. И все это происходит в ходе акцента. Каждый новый кусочек информации выставляет по-новому встануть на ситуацию. Такой квест может быть физуэтным, может быть театрализованным. В любом случае, здесь должна быть какая-то легенда, какая-то история и какой-то определенный сеттинг, то есть какой-то мир, похожий на наш или совсем на него не похожий, в котором действия происходят. Умер коммуникативного квеста. Называется «Золотой век пиратства». Он сюжетный, то есть не история, которая разворачивается прямо на глазах игроков. Проводится он в оффлайне, каждый играет сам за себя, но в любом случае присутствует условное деление на три команды по три-четыре игрока, то есть от девяти до двенадцати человек в этом фейсе могут поучаствовать. Команды образуются согласно их роли, с членом одной команды легче взаимодействовать между собой, а с участниками другой команды взаимодействовать сложнее. Этапы опциональную можно добавить как раз происшествия, там взорвался вулкан или к берегу прибило лодку с припасами, а здесь такие события нужны для того, чтобы ведущий, чтобы организатор мог регулировать динамику и темп самой игры. Игрокам нужно получить наиболее ценные для них предметы, обмениваясь информацией с другими участниками. Первоначально предметы, например, скрыты, кто-то носит в открытую, а кто-то скрывает, что у него есть жильцузное озарение. Нужно понять, у кого этот предмет, на что он готов его обменять и построить вот эту вот цепочку обмена информацией и обмена предметами. Вот так это может выглядеть. Предметы, которыми обмениваются участники, а есть какие-то предметы важные, ценные, которые являются целью игроков, есть предметы проходные, которые нужны для выполнения определенных заданий или чисто для обмена между игроками. две команды, которые складываются согласно полученному картовскому роли, это французы и бусеры. Они начинают у каждого есть предмет оружия. Их цель найти сокровища. И информация, которая есть только у них, это сигналы для приходящего корабля. с помощью этого сигнала можно уплыть с острова. Победой считается, если эта команда собрала все сокровища, которые есть в власти у других участников. Вот команда туземцев. У них вначале есть золотые украшения, они их не особо ценят. Туземцы хорошо знают остров, и у них есть информация про остров, который они могут обменять на важные для них предметы. И они хотят получить оружие, которое, напоминаю, есть у левосферов. У них команда с потерпевшими кораблекрусения. У них есть фрагменты карты сокровищ, то есть помимо золотых украшений, которые есть на острове, где-то зарыт клад, и у них есть кусочки вот этой карты. Но больше всего они ценят не сокровища, а они хотят и плыть с этого острова, для чего хотели бы захватить корабль фрепусеров. Для этого им нужно узнать сигналы для приходящего корабля, а это они могут обменять на кусочки карты сокровищ и так далее. И вот выстраивается цепочка, где есть цели, некоторые цели противоречат друг другу, какая-то информация помогает, какая-то информация мешает, и плюс у организатора, у ведущего есть инструментарий, например, периодически он может предлагать какое-то задание, для выполнения которого нужен определенный предмет, например, веревка, и по выполнению этого задания по его датам поможет добавить вдруг какой-то бонус или какой-то штраф. Бонусы и штраф это тоже один из самых эффективных инструментов, который позволяет регулировать ход игры. Я сейчас вернусь обратно. Вот сколько примеров квеста и их типов мы с вами посмотрели и остановлюсь вот опять на нашем главном слайде. А я показала четыре типа квеста и рассказала как они могут выглядеть, на что стоит обратить внимание, как и зачем делить игроков на команды, как ставить перед ними главную цель, где нужна театрализация, где нужен сюжет, а где можно обойтись простой темой. Но вот такого разговора, вот такого рассказа, конечно, недостаточно для того, чтобы здесь не самому какой-то конкретный квест разработать. Поэтому мы в Силамеде решили сделать вторую часть для тех, кто зарегистрировался на открытую лекцию. Мы предлагаем присоединиться в апреле ко второй уже практической части нашего разговора про игровые и обучающие квесты, прийти на этот вебинар с идеей, с какой-то интересной задумкой, и я покажу, расскажу и дам саблоны для разработки уже собственных игровых и обучающих квестов. Надеюсь увидеть вас на практическом вебинаре. Прощаюсь и желаю хорошего работы сегодня.